Этот детский садик в поселке Атамановка знает каждый местный житель. Его история началась еще в 1938 году. Тогда это одноэтажное здание из военной казармы превратилось в детское дошкольное учреждение. Сегодня в детский садик Светлячок ходят более 60 маленьких жителей Атамановки. Вот здесь вот приемная комната. У нас уютность, конечно. Валенькие малышки. Здесь находится приемная комната. Здесь у нас всегда, как говорится, находятся времена года, они все меняются, детки наблюдают. В одноэтажном деревянном строении есть все. Кухня, столовая, спальня, игровая и даже актовый зал. Здесь тепло, чисто и уютно, но места очень мало, говорит Ольга Михайлова. Этим летом администрация Четинского района обрадовала всех сотрудников в буквальном смысле маленького учреждения хорошей новостью. Здание бывшей краевой больницы номер 3 восстановительного лечения должны отремонтировать и сдать в эксплуатацию детскому саду Светлячок. Для капитального ремонта уже выделили 18 миллионов рублей из федерального бюджета. Однако подрядчик все никак не может зайти на участок. Электронные торги на сайте госзакупок приостановлены. Краевой УФАС выявил неоднократные нарушения в документации со стороны заказчика в лице администрации Четинского района. Мы не согласны с этим решением, поэтому будем его оспаривать в арбитражном суде. Мы планируем завершить эту работу в течение месяца полностью под ключ, сдать и отремонтировать и аварийный объект, и само здание. В ближайшее время, говорит Сергей Фисюк, на объекте из-за аварийного состояния насосной станции будет объявлен режим ЧС. И это позволит подрядчику начать работу. А активисты регионального отделения Народного фронта эту ситуацию взяли под свой контроль. Ведь если ремонт не начнется до Нового года, федеральные деньги нужно будет вернуть в казну. Сегодняшний наш визит с целью помочь. Что же случилось, что в такой период, когда есть большая потребность в детских дошкольных учреждениях, в детских местах для детишек, вдруг не выигрывается аукцион? Надо сказать, что весь капитальный ремонт здания бывшей больницы, а это кровля, замена систем отопления и водоснабжения, внутренняя перепланировка и отделка помещений, должен быть произведен в очень сжатые сроки. Отметим, что в отремонтированном здании детсада «Светлячок» место будет для 150 ребятишек. Пока же на очереди в детские сады поселка Атамановка стоят 400 малышей. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, ЗАП-ТВ